Добрый вечер! Как готовить место для пересадки санкций в костик? Земля с углиных, бедновата местами, зимой бывает минус 30, снега 70. Я вам показывал, я подбирал там, у меня есть канал, папка там, у меня множество фотографий, и некоторые из них это длинные, пологие, не холмы уже, а гряды. Вот такие, и надо использовать. Земля с углиных, можете немножко на это самое. Суглиных видят, понятие относительно, вы называете местами бедновато. Это все относительно, что такое бедновато, что такое суглиных, чем там больше, глины или песка. Наверное, сейчас вернусь к тем самым фотографиям, но, наверное, уже не сегодня. Единственное, что не забыть бы меня тогда взять. Буквально три-четыре вебинара назад, я просто дистал папку с фотографиями. Везде, где я находил длинные гряды, люди присылали свои варианты. Я везде говорю, так можно, так можно, так можно. Вот только принцип один, не перекапываем, не нарушаем плодородный слой, не нарушаем даже дернуто святое. Все, что под землей, не тронуто. Привозная земля сверху, поэтому уже суглиных, которые останутся нижним слоем, он уже роли поначалу играть не будет. А будет играть роль качества привозной земли. Плюс размазали. Ну, сейчас возьми. Что же мне делать-то? Давайте сейчас закончим, и я вам еще покажу пару фотографий. Ну, ладно. Так. Ну, мы поняли, что это привозная земля, а место нетронутое. Так. Всем привет. Швинина, это Архангельская улица. Понятно. Так. 56-я широта. Ну, все. Получается, что... Получается, что сейчас я для нашего товарища, мол, непереведимое слово. Сейчас я вам покажу. Тут у меня есть такая папочка. Ну, просто все равно мы заканчиваем, все равно уже чуть ли не последний вопрос. Потом еще маленькая реклама. Вот. Только покажу посадку семян. Только это, на самом деле, не только семена. Сейчас быстренько пробегу. Вот. Просто раз комментировал, а вот раз комментировать не буду. Просто глядите, как это выглядит. Кроме этого, ни в коем случае не... Ой, хорошо, что я наркнулся именно на эти фотографии. Вот возьмет, сгнает с помощью вот этого мульчирования. А так, в основном, все прекрасно. Прекрасная маркиза. Вот это, видите, вот такие холмы. Главное, все это привозится. Ничего не перекапывается. Земля привозится снаружи. Вот этот. Вот. Кстати, помните, я вам показывал еще. Мало того, что он был побелен. Ну, все и замульчирован. Вот, пожалуйста. Вот. А ведь люди догадаться не могут. И начинается. Давайте опрыскивать. Давайте замазывать. И столько советую надавить. Ты скажи десятку советов. А сказать, убирай к чертовой матери мульчу. Вот. Прекрати это. Издеваться на дерево. Прекрати убили. Все. Ну, это я случайно. 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 Сейчас еще найду. Несколько холмов. Даже не холмов, а грязь. Потому что, когда много кончиков, на каждого холм не напасешься. Понимаете? Поэтому я могу вот так показать на всякий случай. Вот, видите? Ну, это опять придется все сначала начинать. А мы несколько раз уже проходили все это. Вот. Сейчас еще пару холмов. Гряд, гряд. Не холмово. Гряд, покажу. Вот. Вот это чуть ли не идеал. Главное, никакой пахоты. И вот здесь вот начнет развиваться семинар. И если даже это с углиных, вы не поверите, деревья с корнями, все это перерабатывают в прекрасную гранулированную землю. Идеальную. Я сам так поражался, когда у меня есть глиняный участок. Ну, копаю, а глины нет. Нет. Все. Ответил. А теперь вот тут вот была моя... Вот она моя... Юлия Мирникова. Добрый вечер, канал. Смотрите. Сейчас. Сейчас я вернусь тогда в другое место. И покажу то, что она для вас приготовила. Не здесь. Не здесь. Это касается не всех. У них уже есть пару покупателей. До начала. Но сейчас говорю, первые скидки. А потом, чем дальше скидок будет, тем меньше. И меньше, и меньше, и меньше. Вот это вот. Вот это вот. А, значит, это саженцы Юлия Сергеевна. Вот это персики. Вот. Ну, фотографии уже сделаны давненько. Они уже где-то выше колена. Растут прекрасно, развиваются. Но в жестких условиях. Вы знаете, такое жесткое условие? Здесь не было никаких не то, что у корен... Как-то было из кореняющих обработок. Это вообще слово для меня матерное. Вот. Редкий полип. Очень редкий. У нас стоит дикая жара. Вот. Выживание в высоких условиях. И, естественно, ни подкормок, ничего. Здесь очень глинистая земля. Это тоже не способствует. Вот это ее она будет. Они будут к осени прекрасно выглядеть. Она будет их продавать. Уже у нее есть покупатели. Два покупателя. Но заранее она деньги не берет. Почему? До осени дожить надо. Все как случается. Вспомните, то тут дикий град, то там вдруг все это погибнет от града. И потом расплачивается. В случае придет последнее число сентября. Сегодня заплатили. Завтра посылка пошла к вам. Вот. То есть, вот этот момент. Значит, мы с ней оговаривали следующее. Сеянцы тысяча рублей. Вот эти вот. Они того стоят. Все раз говорю. Это не просто сеянцы. Это Хасанский. Раз. Дальше. Сейчас я покажу. Я пользуюсь случаем, хотя она сильно мало. И вряд ли от этого покупателей прибавится. Вряд ли. Так. Вот. Ага. Вот, вот, вот. Сейчас, сейчас. Ага. Значит, сейчас. Ага. Где получше видно. Ну, допустим, тут. Значит, смотрите. Крыжовник. 500 рублей будет стоить. Но крыжовник это не простой. Это крыжовник от этого, от Латинкова. Вот. А это знак качества. Раз. Дальше. Вы видите, прекрасно растут шелковица. Вот она. У нас мало саженцев получилось. В прошлом году была страшнейшая невероятная засуха. И они в середине лета пробовали коренеть. Накрывали бутылками. А поливать не могли. Каждый день. Засуха и засуха. Вообще все лето без дождей. Еще и осенью до зимы. Вот. Им зашло осень мало. Попробую дешево продать. Шелкаются тоже тысячи рублей. Вот. Ну, а это попроще. Получу фотографию найду. А, значит, так. А, вот она эта самая. Здесь хуже видно. Я хотел показать еще. Хотел показать еще живолость. И еще хотел показать, где же ты. Ну, тут живолость пояси не видно. Только, может, тут. А вот на переднем плане, видите, кустик живолости. Ее совсем мало. Вот. Это с этого самого, от ученого из Новосибирска, с Роскнила. Называется, называется он «Синяя поросята». Во. Хорошо, я даже себя не запомнил. Так что, вот еще есть. Мы уходим несколько саженцев синих поросят. Вот живолости. И где-то еще у нее, наверное, в другом месте еще. Да, синие поросята 500 рублей живолость. И смородина тоже 500 рублей. Только я вот сходу не нахожу. А еще вот это. Еще. А, вот, смотрите. Самосев, видите. Начинала она так. У нее, по-моему, один покупатель есть. Это лезет с сеянцей манжурского абрикоса. Недорого. 300 рублей, если 10 штук, всех покупает. Это был первый покупатель. Ну, а дальше, скорее всего, пусть будет по 500 рублей любой. Ну, это мой совет ей. А торговаться будете с ней. На всякий случай сразу оглашу. Ну, что делать? Выживать-то надо. Вы знаете, что такое? Женщина с ребенком, и когда нет такого здоровья, чтобы идти в шпалу к латисе и работать. Сейчас я найду ее телефон. Заранее не приготовил. Ну, ничего страшного. Юлия, Юлия Сергеевна. 8, 983, 271, 37, 68. Повторяю. Юлия Сергеевна Мирникова. 8, 983, 271, 37, 68. Вот. Можно с ней связаться. Я сказал себе так. Я устал. Мне дожить бы и без этого. Значит. Все собра. Учил ее, тренировал. Вот здесь найду. Нет. Последний раз она мне помогала. Это я высылал персики друзьям. Вот когда не надо, они на глазах все время попадались вверх. Как они выглядят? В общем, выглядит так. Если не искать дальше, значит выкапывается. Вот. Делается обрезка сразу, потому что от вас дождешься. Вы загубите сразу, потому что пожалеете делать обрезку. Это в 9 случаях из 10. Поэтому она сама вам отрежет. Вот. Я ей помогу дождеваться. Потом, значит. Корни замахливают в мухлую тряпку. Сверху под железовые мешки. В таком виде к вам приезжают. Только ускоренная пересылка. Да, если... Нет, можно простой. Заплатьте рубля 500. Но ускоренная заплатьте 1000. Но я бы советовал заплатить 1000 за пересылку. Жалко, что я сейчас не найду. Сейчас я не найду. Я специально по ссылке фотографировал. А в отдельную папку переносить забывал. Так, вернусь в те мы были. Может что-нибудь еще записали. Нет, все, пожалуй, мы на сегодня закончили. Вот. Значит, дальше связь держите. Кто хочет кустарниковую культуру. Плюс сеять свои персики и сеять свой глазурский абрикос. А я начинал с чего? Ничего не обещаю. Ничего не гарантирую. Я просто беру вот так. И говорю. А вот это, наверное, тот самый, да? Аш-амрикос. Еще раз. С косточки. С косточки. С косточки. Вот. И потом пойдут мои. А. Это приветы, спору нет. А вот это мальчурское количество. Причем никакой гарантии, что у вас такие будут. Это просто вариант. Вот. Купили 10 косточек. Ждите чудо. У двоих-троих. Дальше. Для бендера мы не разим. Приказал бендер считать. 1-4. 3-4. Так считаем. Один вариант. Вот. А если саженницу купили. То же самое. И такие должны быть. И такие должны быть. Ну и все, ребята. На сегодня мы закончили. У меня кое-как помог разрекламировать. А это мы уже на зиму. Вот. Это вылочное вишня железь было. Долго ее отбирал. Вот. У меня все время. Знаете, что поражает? Или я привык к ней. Да. С кислинкой. Да. Поражает сумасшедшее. Да. Но когда приходят те, кто вырастил. А они легко корреляют. То есть. Поращивают легко. И с косточем. Но когда и всюду все. Она очень сладкая. Все счастливые. Наверное. Тогда это коробят. Я-то не считал его уж такой. Вот. Или люди в слаще ворковке не ели. Но есть еще семья Матвеевых. Они не просто ее наелись. Они вырастили кусты. Они все берут косточки. Они прорачивают. И вам же продают. И вы не с руками отрывают саженцы. С этого же самого дерева. С этого. Помните, я говорю, почему многое было. Значит, когда. По двое, один и тот же. Было? Ну вот теперь надо заканчивать разговор. Давайте, друзья, заканчивать. Вот. Давайте, друзья, заканчивать. А, кстати. Павел Троценко. Он взял вот это вот, писал. Или вы оставили в следующем раз. Вот так. Спасибо за кусты. Дальше не буду. Это я почти случайно. Это свежее письмо. Как видите, все. Каждый выкал в строку. Друзья, до свидания. Будем с вами прощаться. Покупайте у Сергея Саженцы. Покупайте у Юлия Сергеевна. И то, что подешевле и попроще. Вот. Саженцы. Окорененные. Покупайте мои семена. И все. Будет вам счастье, как говорил. Этот самый фокусник. Но мои фокусы у нас уже давно кончились. У нас самые настоящие сказочные сады. И пусть они у вас будут. До свидания. До свидания. Продолжение следует...